Александр Михайлович побегал, главный тренер команды «Шейник». Александр Михайлович, первый слава после. Думаю, что функционально мы оказались не готовы к игре против соперника. Где-то переборщили, не смогли правильно подготовить команду. Отсюда все и проблемы. Вопросы? Андрюх, ты иди на работу тренером. Тебе все каждый раз показалось. Ты уже заранее все говоришь, что тебе показалось. Ты спроси меня по-другому. Что тебе показалось? Что я ошибся с заменами? Так и говори тогда. Нет, я говорю «Нитфулин». С чем связано с заменами «Нитфулин». Ты видел, какой объем работы делал «Нитфулин»? И где нас стали переигрывать? Нет, нет, нет. Давайте я так скажу. Посмотрите в турнирную таблицу. Мучаемся мы. И движемся. Я проявляю эти таблицы. Мы движемся. Движемся, Михаилович. Все. А то, что мучаемся, это проблемы, они никуда не делись, они были, и их надо исправлять. Давай-то. Как вам игра команды, скажи так, с двумя не самыми быстрыми флангами? Переверняка надеялись на то, что после перерыва выше чем на замене игроков... Очень надеялся. На усиление не произошло. По какой причине? Ну, спросим из тех игроков, которому доверили. Действия репетян у вас устроились, он сохранял мяч и достаточно креативно заставляет. Нормально. Александр Михайлович, по инструкции текстильщик, главный тренер, большой привет через меня передал. Успехов пожил. Какой текстильщик? Иваневский тренер, главный тренер, в Береге тренировались, уехали. Спасибо. Мы с ним виделись три дня назад. В Костроме. Не хватило, видимо, команда не смогла в оптимальном состоянии. Мы ее не подвели где-то. Повторили микроцикл фактически перед Сибирью. Надо было сбавить нагрузки, дать больше поддерживающей и восстановительной работы. Это уже сейчас ясно. Потому что, если бы провалился один, два, три, но буквально каждый был ниже своего оптимального состояния. Понравилось то, как команда сегодня разыграла стандартное положение. Каждый раз по новым, разнообразным. Готовились стандартные? Готовились. Готовились. Это один из моментов, на котором мы можем что-то в игре показать содержательно. Если не получается, контроль мяча. Замена Царикаева. Это ваша реакция на точно на фланге были? Он стал проигрывать. Он стал проигрывать, честно говорю. Он стал проигрывать. В том числе и аут, с которого забили нам гол. Более выхода было. Да, более свежего игрока. Нам тоже надо было там освежить. На камеру мы уже обратили внимание. Игрок был у нас на сборе уже три года назад. Давайте не будем раскрывать карты о будущем. Он подписал контракт уже. Новый. С шинником. А вам еще не предложили? Я думаю, что после таких игр это все будет откладываться. Как оцените эпизод с зятем мяча? Разве что забивалось? Неплохое исполнение было? Ну, футбольный момент. Хороший, качественный. К сожалению, их было сегодня очень мало. Вот все напряжение, все бы снял зима, если бы отдал сейчас или лавку, или низе качественную ногу. Наверняка под голевой удар. Ну, так запороть такой момент. Я думаю, что и настроение было бы немножко. И у всех у нас, и у болельщиков другое. А сейчас так, победа, она и есть победа, как вы знаете, есть выражение. Игра забудется, счет останется. Но сами ребята чувствуют, что с горчинкой она немножко. Ну, сколько можно испытывать терпения, доверие, доверяем, доверяем. Есть такое понятие КПД, есть такое понятие данные, характеристика, что делает игрок на поле, что мы выжимаем. Мухаммаду надо задуматься над этим. Хотя, в принципе, сегодня вышел Митасов, но сыграл так же, некачественно. Много еще будет вопросов по идее линии оборота после перерыва? Вопросы, прежде всего, я задал себе, что я признаю и команде сказал, функционально мы проигрывали. Движения не хватало. Отсюда и такое количество брака, и проигранных единоборств. Ну, и плюс, прямо скажем, наличие такого игрока, как Бобырь, в составе нефтехимика, это напряжение. Мы проиграли ему верх. Вопросы? Нефтехимику чуть проще. Они играют раскрепощенно, они играют на ярмарке, они играют за свое будущее. И уже результат, уже, по-моему, к этим турам результат не так давит. А когда вы сделали замены, показалось даже на Минонсу, что возможно, перебить он на игрок в 30 страны за счет. Была такая идея на игрок? Нет, надо было менять Тараса. Устал. Устал отсюда и потеря концентрации. Если вы помните, дважды аут был по одной схеме выброшен. Если первый раз ты проиграл, то второй раз надо делать вывод, он его, к сожалению, не сделал. Я считаю, что это та фаза утомления у него уже была, когда начали совершать мои позиционные ошибки. Виктор Маркович, а можно без «все-таки» с победой? Это моя оценка. Спасибо большое за внимание. Спасибо.